Здравствуй, Виктория! Сегодня ты приехала на соревнование в город Пушкино. Соревнование по дзюдо. Скажи, пожалуйста, вот я вижу, у тебя золотая медаль, да, на тебе висит? Да. Ты заняла первое место? Да. А в какой весовой категории ты борешься? В соревнованиях. Для тебя соревнование – это как праздник или это как такое некое такое не очень интересное событие? Или как праздник ты расцениваешь? Нет, это как праздник. А скажи, ты часто участвуешь в соревнованиях по дзюдо? Да. А где ты тренируешься? Рошаль. Это город Рошаль? Да. Там клуб дзюдо? Да. А кто твои тренера? Иван Сергеевич Куликов. Иван Сергеевич Куликов. А много лет ты изучаешь дзюдо? Шесть лет. Шесть лет. И как успехи? Все нормально. Все нормально? Да. Скажи, пожалуйста, мы вот задаем людям вопрос, какое знаменательное событие отмечает российское дзюдо? Юбилей. Знаешь ты? Да. А юбилей когда отмечают? Когда день рождения, что-то такое, да? Не знаешь ты? Нет. Так вот знай, что в этом году дзюдо в России отмечает сто лет. Скажи, пожалуйста, а какая техника дзюдо тебе больше нравится? Техника в стойке или в парте? А почему? Лучше получается в стойке. А какой прием твой самый любимый? Техника какая в стойке? Самая любимая, которая ты больше всех... Получается у тебя. Передняя подножка. Передняя подножка? А на японском, знаешь, как эта техника звучит? А ты изучаешь на японском языке терминологию дзюдо? Вы изучаете в клубе? Передняя подножка по-японски таятоси. Запомнила? Да. Теперь, когда тебя будут спрашивать, говори, что тебе нравится что? Таятоси. Таятоси. Хорошо. А какой кимона тебе больше нравится? Белая или синяя? Белая. А можешь сказать почему? Потому что я люблю белый цвет. Спасибо большое, Виктория. Удачи тебе в дзюдо. До свидания.